Говорят, советский народ был высокодуховным, прямо самая читающая и культурная нация в мире. Но вот странное дело, пришел капитализм, и вся эта духовность как сквозь землю провалилась. Народ ринулся к дешевым детективам и пустым сериалам. Почему так? Ответ у патриотов готов, мол, нас развратили, план Даллеса и все такое. Но если так легко развратиться, то цена такой духовности – грош. На самом деле, никакой высокой духовности не было, и читающей нацией совок не был. Вспоминается язвительная фраза Виля Липатова, придумавшего известного киноперсонажа милиционера Анискина. Дефицитные книги на книжной полке стояли так плотно, что вытащить одну было невозможно. Вот вам и вся высокодуховность. Откуда же взялся этот распространенный миф про СССР, как про самую читающую страну в мире? Мол, на бездуховном западе люди жили богаче и сытнее, а вот советские граждане были настоящими интеллектуалами, погруженными в книги. Давайте посмотрим на этот миф с другой стороны и разберемся, какие страны были на самом деле самыми читающими. Смотрите далее. Будет интересно. Но вначале подпишитесь на этот канал и нажмите на колокольчик для уведомлений о новых видео. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии, тем самым вы помогаете в продвижении этого видео. А если хотите поддержать автора, заходите на патреон и бай мне кофе. Все ссылки в описании и первом комментарии. Есть такое умное слово – товарный фетишизм. В СССР это было серьезнее, чем во времена Маркса и Энгельса. Вместе с деньгами мерилом престижности стал дефицит. Владелец ковров, сервелата, хрусталя и югославской мебели смотрел свысока на тех, кто этого не имел. Хорошие книги тоже были дефицитом, поэтому ими хвастались. В каждой приличной мебельной стенке был книжный шкаф, который нужно было чем-то заполнять. Книги становились объектом не столько культурного, сколько социального престижа. Читать их было вовсе не обязательно. Книга могла годами стоять на полке, сохраняясь в первозданном виде, нетронутая, как будто только что вышедшая из типографии. Книг в магазинах хватало, но большинство читать было невозможно. Ну кто в здравом уме будет читать полное собрание речей Брежнева, труды Ленина, Маркса и Энгельса, материалы партийных съездов? Правильно, никто. Хорошие книги были запрещены и не издавались. О них жители уже бывшего совка узнали только в 90-х. Среди русскоязычной литературы это Платонов, Набоков, Пастернак, Шаламов и немало прочих. В Украине в 90-х появилась возможность читать книги Хвылевого, Багряного, Педмогыльного, Гончара и многих других прекрасных украинских авторов. Если верить советской статистике и воспоминаниям людей постарше, то действительно количество издаваемых книг на душу населения в СССР было впечатляющим. Всего в нынешнем году коллектив типографии выпустит более 76 миллионов книг. Но что именно читали? Давайте вспомним, что значительная часть книг издавалась огромными тиражами не ради образования и саморазвития граждан, а скорее как элемент декора. Зеленый Куприн, Синенький Чехов, Красный Некрасов и Бежевый Достоевский. Это больше напоминало цветовой ансамбль для книжных полок, чем реальный литературный интерес. Это который сервантис-то? Желтенький что ли? А, да! Я его по бокам зелененьким обложил. Так, желтенький-зелененький. Вроде яичница с луком. Красиво получилось. Кто у тебя зелененький? Я, признаться, их обоих не читал. Книги часто покупались просто для того, чтобы заполнить пустое пространство в огромных советских стенках. Статистика печати книг, конечно, не учитывала того, сколько из них действительно читали. В итоге читаемость определялась по тоннажу из расходованной бумаги, а не по количеству реально прочитанных страниц. Думаю, каждый вспомнит какую-нибудь квартиру, где книги стояли годами, не будучи открытыми ни разу. В странах западного мира подобное явление воспринималось как экзотика, потому что книги, как и любые другие вещи, которые покупаются человеком, используются по прямому назначению. А иначе зачем их покупать? А покупали и, что немаловажно, читали книги в западных странах, особенно в некоторых, несоизмеримо массовее, чем в СССР. Но об этом чуть позже. Что же издавалось миллионными тиражами в Советском Союзе? Литература делилась на несколько категорий. Мертвые классики, советская художественная литература, переводная литература, мемуары партийных деятелей и научно-техническая литература. Но все это имело одну общую черту. Издания не должны были побуждать критическому мышлению или сомнению в правильности советского пути и генеральной линии партии. Список книг типичной советской библиотеки мог включать бесконечные ряды произведений классиков, безопасные и правильные книги о прошлом России, советскую художественную литературу, славящую достижения и идеалы советского строя, детективы и военные романы с идеологически корректными героями. Переводная литература часто описывала жизнь западных маргиналов, чтобы показать борьбу народа за свои права, скрывая реальную жизнь за границей. Мемуары партийных деятелей и пропагандистские издания служили для подтверждения и укрепления идеологии. Немного сказок народов мира и узкоспециальные справочники. Вот, пожалуй, и все разнообразие. И вот что интересно, пока мир зачитывался Оруэлом, Камю, Сартром, Миллером или Кундерой, весь Советский Союз варился в своих собственных мифах. Настоящая интеллектуальная жизнь была скрыта за железным занавесом. И когда он пал, оказалось, что многие бывшие советские граждане не были готовы к самостоятельному, зрелому мышлению. В 90-е они ринулись в эзотерику, мистику и религию, что тоже, кстати, было запрещено в СССР, тем самым заполняя пустоту, оставшуюся после десятилетий ограничений, но совсем не тем, чем стоило бы утолять интеллектуальную жажду. Теперь представим себе Западную Европу. Уютное кафе. Люди за столиками погружены в чтение книг. Тут читали все – от философских трактатов до свежих бестселлеров. Это разнообразие литературы пробуждало у людей огромный интерес к чтению. Это для них было как дыхание – естественным и необходимым. В Западной Европе и США полки книжных магазинов и библиотек ломились от живых книг, которые хотелось купить. Читатели обсуждали книги на литературных фестивалях, встречах с авторами и публичных чтениях. Это создавало живую культурную атмосферу, где книги становились частью повседневной жизни, развивали критическое мышление и стимулировали интеллектуальные дискуссии. Чтение было не только способом получения знаний, но и средством самовыражения и общения. Люди обсуждали книги, спорили о них, вдохновлялись идеями, которые находили на страницах. Разнообразие литературы и свобода выбора на Западе побуждали людей читать больше. В СССР же, несмотря на огромное количество печатной продукции, люди сталкивались с ограничениями и цензурой, и большая часть книг оставалась непрочитанной. Чтение часто было большей обязанностью, вызванной идеологическим давлением, чем удовольствием, что сильно отличало советскую литературную культуру от Западной. В итоге, миф об СССР как самой читающей нации на планете остается всего лишь мифом. Полки полной макулатуры не делают нацию читающей. Чтение – это не количество книг, а качество и глубина их восприятия. Советский Союз не был страной, политика которой была направлена на интеллектуальное развитие свободно мыслящих граждан, а скорее страной, где книги создавали всего лишь ширму для вида якобы самой читающей и высокодуховной нации в мире. Конечно, кто-то из зрителей может сейчас начать вспоминать «великую» русскую культуру, придуманную, кстати, в XIX веке, и литературу, воспитавшую людоедов. Но это тема отдельных видео. Тем более, что на наших каналах уже есть подобные выпуски. Обязательно посмотрите. Я оставлю ссылки в описании. Спасибо за внимание, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Поддерживайте автора на платформе BuyMeCoffee и Patreon, где вас ждут дополнительные видео и ролики до официальных премьер. Пользуйтесь функцией YouTube спонсорства и обязательно отправляйте донаты на ЗСУ. Всем украинцам скорейшей победы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!